Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Андрей Богинский провел в Екатеринбурге очередное совещание по реализации проекта локализации производства самолетов Л-410 в Свердловской области, а также по созданию второй очереди особой экономической зоны Титановая долина на базе аэропорта Уктус. В представительную делегацию, которую возглавил заместитель министра, вошли представители Министерства транспорта Российской Федерации, Государственной транспортной лизинговой компании Росавиации, Свердловскую область по поручению губернатора Евгения Куевышева, представляли председатель правительства региона Денис Паслер, заместитель председателя правительства Сергей Зырянов, министр промышленности и науки Сергей Пересторонин. В совещании также приняли участие гендиректор Уральского завода гражданской авиации Вадим Бадеха и представителю ГМК Холдинга, член Совета директоров Aircraft Industries AS Тимур Азерный. На совещании была поставлена задача окончательно определить сроки реализации проекта второй очереди Титановой долины и строительства производства самолетов Л-410. Вторая задача – стыковка проекта Л-410 с проектом Ил-114, решение по финансированию которого принято президентом России. Нашими коллегами из Министерства транспорта, совместно с Министерством промышленности и торговли была проведена большая работа по анализу спросных самолетов. Мы получили запросы от регионов. Мы сегодня понимаем, что у нас есть потенциальный твердый заказ порядка на 80 самолетов. Поэтому следующая задача – это каким образом нам поддержать развитие региональных перевозок с учетом развития инфраструктуры и региональных авиационных компаний. Уже в 2016 году субсидии Министерства промышленности и торговли РФ на создание производства самолетов Л-410 в Екатеринбурге могут составить до 530 миллионов рублей. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Андрей Богинский поручил сформировать концепцию стыковки проекта локализации самолетов Л-410 и производства самолета Ил-114 в течение кратчайшего срока. Куратором данной работы от Свердловской области Денис Паслер определил министра транспорта и связи региона Александра Сидоренко. Свердловская область обладает достаточно серьезными потенциалами и колоссальными возможностями. Это, безусловно, Министерство промышленности РФ знает и понимает, как никто другой. У нас есть предприятие «Партнер», который этим занимается, «Уральский завод гражданской авиации». И по тем темпам, которые мы сегодня видим, в общем-то, мы уже в этом году должны 4 самолета по контракту, соответственно, отдать. Нет сомнений, что на предприятии, как с точки зрения самого предприятия, так и с точки зрения коллектива, поставленными задачами предприятие и Свердловская область обязательно справится. Премьер подчеркнул, что со своей стороны руководство региона сделает все, чтобы создать условия для запуска производства. Денис Паслер также выразил мнение, что на Иннопроме новые задачи по стыковке нашего проекта Л-410 и проекта Ил-114 будут детально обсуждаться, чтобы выполнить задачу, поставленную президентом, и поддержать отечественное авиастроение и отечественные авиаперевозки нашими самолетами. Пока будет создаваться самолет Ил-114. Заместитель министра промышленности и торговли высказал мнение, что в части создания высокопроизводительных рабочих мест роста валового регионального продукта «Титановая долина» успешна. Идет активная работа компании ВСМПО «Ависма» – основного резидента Верхнесалдинской площадки. Планируется, что Екатеринбургская площадка будет не менее эффективна и будет получен синергетический эффект с точки зрения мер поддержки и продукта, который будет производиться на площадках второй очереди «Титановой долины». Губернатор региона Евгений Куевышев подчеркивает, что «Титановая долина» уникальна по нескольким параметрам. Во-первых, это важнейший проект для страны, ведь специализация зоны связана с производством изделий из титана, производством современного оборудования для металлургии, машиностроения, космической и авиаотрасли, отраслями, которые получили бурное развитие. Отраслевая направленность зоны – титановое производство, не имеющее конкурентов на территории России. По технологиям у специализации «Титановая долина» ориентирована на высокотехнологичную переработку и создание конкурентоспособной продукции мирового уровня. Второй важнейший аспект реализации проекта, по мнению руководителя региона, интенсификация экономического развития двух крупнейших агломераций Среднего Урала – Нижнетагильской, где расположена первая очередь «Титановой долины», и Екатеринбургской, где заложена вторая очередь. Артемовский городской округ достаточно далек от авиастроения, однако, если смотреть в будущее, уже сейчас в муниципалитете реализуется один очень важный момент. А именно, вновь активно заработал кружок по авиамоделированию на базе площадки областного дворца молодежи в центре «Фаворит». Развитие интереса не только к полетам и управлению авиатехникой, но и ее созданию может всерьез определить юными артемовцами выбор будущей профессии. Россия и Урал всегда славились своими инженерами, и многие из них начинали с детского интереса к небу. Далеко не каждому под силу стать пилотом, но также и не любой может создать технику, которая способна взмыть к облакам, будучи при этом безопасной, маневренной и соответствовать тем задачам, которые перед ней ставятся. Поэтому стремление артемовских ребят заниматься авиамоделированием – лучший показатель того, что наш муниципалитет населяют совершенно разносторонние, увлеченные и талантливые люди. Продолжение следует...